На Яровом актуальна, особенно капустная моль. И не в нашем регионе, а в сибирских регионах очень большой риск поздней уборки, когда не успеваем убрать, уже холода наступает. В НИИМК является основным лидером по селекции рапса и других масличных капустных культур. Это горчица, рыжик, сурепица, которые относятся к нишевым культурам. И основные направления – это, конечно же, повышение урожайности семян, следим за масличностью, меняем жирнокислотный состав масла в сторону его оптимизации, улучшаем питательную ценность шрота, работаем над окраской семенной оболочки, следим за оценкой на устойчивость к болезням, устойчивость к полигонию, устойчивость к осыпанию. Что очень важно для сохранения урожая. У нас есть большая линейка сортов, как озимого, так и ярового рапса. Ведется селекция у нас как в Краснодаре, так и в Липецке, так и в Омске. То есть основные рапсосеющие регионы мы охватываем в своей селекции, делаем адаптивные сорта и уже гибриды. Вот наша четверка, скажем так, костяк озимых сортов, которые являются лидерами продаж. Основные сорта Элвис и Сармат сейчас завоевывают позиции. В принципе, Элвис и так был на первом месте по пассивным площадям, сейчас к нему подбирается количество высиных семян и сорт Сармат. Эти сорта достаточно адаптивны и в разных регионах, в Липецкой, Московской, Ростовской, Краснодарском крае, показывают урожайность на уровне 25-48 центнеров в гектаре в среднем. Но мы не стоим на месте. Сейчас у нас проходит регистрацию, то есть завершил уже свои испытания новый первый отечественный гибрид рапса зимого дебют, который характеризуется высокой продуктивностью, устойчив к осыпанию, имеет высокие показатели масла и белка, крупные семена, хорошо развивается осенью, как это подобает и гибридам. То есть, если даже вы немножко опоздали, можно сеять, не бояться. И обладает повышенной морозостойкостью. Оценка в промораживающих камерах показала нам, что к морозам он более устойчив, чем его предшественники сорта и другие селекционные достижения. Его потенциальная урожайность на уровне 56 центнеров в гектаре. Также создан и уже районирован первый отечественный сорт рапса зимого с высоким содержанием малиновой кислоты. Сейчас это направление актуально. Это связано с тем, что человечество хотело бы употреблять полезные продукты. И мы создали сорт с высоким содержанием малиновой кислоты на уровне 79%. Он обладает хорошей масличностью. Потенциальная урожайность в районе 40 центнеров в гектаре. Но она очень стабильная. Сорт перезимовывает на 100% практически, потому что его розетка практически стелится по земле и не имеет тенденции к перерастанию. Еще одна потребность сельхозтоваропроизводителей – это технологичный рапс. То есть, чтобы он созревал и убирался одновременно. Поскольку мы знаем, что у рапса много ветвей, они бывают созревают неравномерно. Но вот этот сорт, актив, который передан в госсортоиспытание, имеет короткий интенсивный период сведения и созревания. Тем самым он очень технологичен. И еще этот сорт позволяет реализовать свой потенциал в условиях дефицита влаги, что очень важно для Ставропольского края и некоторых областей Краснодарского, когда наступают суховеи или жара, и средне-поздние или поздние сорта не могут реализовать свой потенциал. Масличность этого сорта – 48% и потенциал урожайности до 5 тонн. Причем этот сорт показал в этом году свою практически высокую устойчивость к растрескиванию стрючка. Еще одной культурой, которой занимаемся в институте – это озимая сурепица. Эта культура хороша тем, что она созревает раньше рапса практически на 2 недели, переносит очень низкие температуры, то есть она более стрессоустойчивая, успешно подавляет сорняки, грибные патогены, так же как и рапс улучшает агрофизические свойства почвы, имеет высочайшего качества пищевое масло, причем стрючки слабо растрескиваются, хороший медонос. Но его пассивные площади этой культуры у нас на юге России небольшие, она более перспективна для более северных широт, ее очень популяризируют сейчас в Белоруссии. Мы надеемся, что она тоже найдет своего производителя и в нашем регионе. Два сорта у нас – Любава и Горде, которые характеризуются желтым цветом семян, очень высокой масличности, видите, перезимовка 100%, очень низкое содержание клетчатки. Еще одной культурой, которая славится в НИИМК, является горчица азимая. Вообще, в принципе, в мире и вообще в природе не существует горчицы азимая. Методом ресинтеза в нашем институте создан такой вид горчицы. По зимостойкости, конечно, она ниже, то есть она переносит только минус 14, минус 16, но если хорошо распределить по площади, то она достаточно зимостойкая. Она более рентабельная, чем яровая. Также подавляет сорняки, грибные патогены, улучшает свойства почвы, имеет высокое качество масла. Сейчас оно очень популярное, горчичное масло, и слабо осыпаемая культура, и также хорошим медоносом является. У нас сейчас есть новый сорт вьюжанка, который более зимостойкий, чем предыдущий, сорт джуна, и характеризуется высокими показателями масличности и фирмасличности. Это масло пищевого направления, полностью отсутствует рукавая кислота. Ещё одной культурой, которой мы занимаем вся зима, это рыжик, который абсолютно не требовательный к теплу, хорошо переносит низкие температуры, зимует в любой фазе, может призмывать в фазе двух-трёх настоящих листьев даже. Имеет очень короткий витационный период, устойчив к засухе, вредителям, нетребовательным абсолютно к почвам, и рыжиковое масло по качеству приравнивается к кунжутному льняному. Но, к сожалению, посевные площади в Российской Федерации всего лишь не превышают 40 тысяч гектар. Надеемся, что эта культура будет востребована, и семена этой культуры у нас имеются в наличии. Софт Карат представляет эту культуру рыжика. Видите, что 100% перезимовка, масличность 40%, и потенциал урожайности у него 30 сантиметров с гектара. Как я уже сказала, у нас в центре селекция ярового рапса ведётся в нескольких точках. Это Липецк, это Омск и Краснодар. В Краснодаре мы создаём сорта более засухоустойчивые, адаптивные к неблагоприятным погодным условиям. У нас имеется линейка из очень скороспелых сортов в Таврион, Викинг, Амулет, Руян. Амулет у нас высокоалиновый сорт. Все эти сорта себя также хорошо проявляют в различных областях Российской Федерации, потому что рапс адаптивная культура и может показывать себя хорошо в разных регионах. Видите, от Омской области до Ленинградской урожайность для рапса достаточно хорошая. Сейчас мы передали новый сорт, очень высокоурожайный сорт Баланс. Он характеризуется высокими показателями урожайности, стабильно проявляется в разных экологических и погодных условиях. Более крупные семена имеют растения с повышенным коэффициентом ветвистости. Масличность на уровне 47%. Ещё новинка нашего центра – это первый отечественный сорт с жёлтыми семенами. Мы все знаем, что у рапса чёрные семена, а у сорта геннер, который зарегистрирован практически по всем регионам Российской Федерации, жёлтые семена. Это представляет интерес как для кормовой промышленности, так и маслоперерабатывающей. Для комбикормовой промышленности, для животноводства – это широт с низким содержанием клетчатки, а для маслоперерабатывающей промышленности – это сырьё слабопигментированное, и при отжиме масла получается больше выход масла при переработке. В сибирском филиале, то есть в Омской области, у нас широкая также имеется линейка сортов, адаптированных именно к сибирскому региону. И сорта юбилейный 55-й регион занимают максимальной площади. Мы знаем, что уже в Сибири почти миллион гектар возделывается ярового рапса, но урожайность там достаточно низкая, в зависимости от разных факторов. Это связано, наверное, с погодными условиями. Поэтому селекционеры в нашем Исселькульском филиале занимаются именно созданием очень урожайных сортов. И видим, что урожайность потенциальная у них более 30 центнеров с гектара. Причём в Сибири масличность очень высокая, вы видите, на уровне 49-53%. В Липецком филиале также идёт активная селекция рапса и ярового. В последнее время они создают в основном сорта, устойчивые к имидазоленоновой группе гербицидов, что очень актуально на сегодняшний день. Созданы сорта For Post KL, которые занимают большие территории, спутник КЛ и сейчас новый сорт Арктур КЛ также испытываются в госсорткомиссии. По яровым масличным капустным сейчас очень активно сеется горчица сарепская. В этом году посевные площади увеличились почти в два раза. У нас большая линейка также сортов по горчице сарепской. Все сорта с высокой потенциальной урожайностью, с хорошим качеством масла и высоким уровнем эфирного масла. Последние три года идёт очень активный спрос на горчицу с чёрными семенами. И мы в этом году должны зарегистрировать первый отечественный сорт Дюна с чёрными семенами. Это такое сырьё пригодное для приготовления очень популярной дижонской горчицы. Идёт для приготовления различных восточных блюд карри. Это популярно не только в нашей стране, но и идёт на экспорт в другие страны восточные. Горчица белая также очень популярна как седиральная культура, так и приправа. У нас все сорта имеют двойное направление использования. Большая широкая линейка сортов, которая имеет высокую потенциальную урожайность, особенно в центрально-чернозёмном регионе на уровне 30 центнеров в гектарах, хотя эта культура не так имеет высокую потенциальную урожайность, но тем не менее она проявляет её в более влажнённых условиях с масличностью 30%, урожаемой зелёной массой до 30 тонн с гектара, которая эквивалентна по стилочному навозу на уровне 6-7 тонн с гектара. И мы передали в этом году новый сорт пиканта, белый, ранний, который практически не содержит рукавой кислоты, относится к пищевым. И очень популярна для приготовления пикантной мягкой английской горчицы. Она формирует более крупные семена и является отличным сибиратом с высоким урожаем зелёной массы. Вот практически весь ассортимент и новый, и уже известный наших масличных капустных культур. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!